Начинается июль. Лето в самом разгаре. И это время года ознаменовано яркими событиями в культурной жизни округа. И подробнее о них расскажет моя собеседница Марианна Германовна Рогатина, председатель комитета по культуре и туризму. Добрый день. Добрый. В эти выходные, наверное, самым ярким событием, таким долгожданным, будет Кжельфест, правильно? Да, это продолжение череды фестивалей, которые начались у нас летом на Кжельской земле. И 1 июля на улице Художника состоится керамический вернисаж Кжельфест. Он проводится на этой площадке второй год. И мы надеемся, что будет очень интересным. Там действительно много разных локаций. Несмотря на такую небольшую площадку, будет много всего интересного. В этот день еще помимо фестиваля на этой улице откроется арт-салон, где будут представлены работы кжельских мастеров. А начнет работу фестиваль с 14 часов. Будет одновременный сеанс игры в шахматы. Да, вот такое необычное мероприятие на керамическом фестивале. Конечно, выставка кжельских мастеров. И будут проходить еще конкурсы. Для всех желающих, для детей будет проведен конкурс «Кжельская роза». Все знают, что символ кжельской росписи – это вот такая роза, которой нет в других направлениях. И вот могут детки посоревноваться и получить награду за этот конкурс. А взрослые профессиональные художники и студенты Кжельского университета будут участвовать в конкурсе анималистических скульптур. Он был объявлен заранее. И вот в этот день будут представлены работы. Можно будет всем желающим познакомиться. И также будет выбран победитель. На фестивале будет концертная программа. В этом году сюда приезжает фестиваль «Гармония». Очень такой интересный. Бывает ярким, веселым. Так что приглашаем всех на такое празднество. Помимо этого, на фестивале будут выступать самодеятельные артисты наших творческих коллективов из учреждений культуры. Профессиональный коллектив «Солнце и луна» очень такой необычный вечером выступит. На фестивале будет такая изюминка. Это боди-арт. Кжельская роспись. Так что впервые на фестивале. Я думаю, что это тоже очень такое зрелищное будет мероприятие. Ну а завершит фестиваль раскрытие огненной фигуры, которую художники начнут делать еще днем. Она в печи будет обжигаться. И вечером ее должны раскрыть. И все увидят вот это необыкновенное красивое зрелище. Поэтому ждем всех гостей. Начало в 14 часов. И фестиваль продлится до 22 часов вечера. Это село Речицы, улица Художника. Да, все верно. Ну что же, приезжаем все на фестиваль. И вот получается 1 июля, начало второго месяца лета, такое яркое событие. И буквально через неделю в округе пройдет еще одно яркое событие. Открытие долгожданное парка. Да, мы все, конечно, с нетерпением ждем этого события. И так совпало, что этот день – это праздник, день семьи, любви и верности. И помимо такого большого события, как открытие парка, мы будем праздновать день семьи, любви и верности. Тоже в парке здесь же, на площадке Лира, здесь пройдет творческий семейный фестиваль. Мы уже объявили требования для участников этого фестиваля. Он проходит по трем направлениям. Это может быть творчество, то есть семьи могут поучаствовать с каким-то концертным номером, выступлением, танцем, песней. Второе направление – это фото семьи. В социальных сетях размещена информация об этом конкурсе. И мы ждем фотографии от наших жителей, которые они присылают в Комитет по культуре. И будет запущено в соцсетях, выставлены эти фотографии. И то фото, которое наберет больше всего лайков и станет победителем. И итоги будут подведены как раз 8 числа. Здорово. Так что приглашаем всех жителей Раменского принять участие в нашем фестивале. Заявки принимаются до 3 июля. И еще третье направление – это творческая поделка. С семьей можно что-то сделать и представить ее также в Комитет по культуре до 3 числа. И тоже получить какую-то награду за участие в конкурсе. А поделка может быть любая? Любая, абсолютно. В любой технике, любого направления. Даже рисунок можно вместе всем нарисовать? Ну, рисунок немножко все-таки поделка. А, именно поделка. Так что ждем всех. Ну что же, всем классных выходных. И чтобы ничего не пропустить, следите за нашими афишами. До новых встреч!